Доброе утро! Это программа «Культурный слой». Меня зовут Юлия Балабанова. Поговорим о хорошей музыке и о том, где её можно услышать. Два скрипичных вечера состоятся сегодня, 30 марта. Один из них в частной филармонии «Триумф». Дуэт скрипача Вадима Тейфикова и пианиста Алексея Сучкова, уже много раз дававший концерты в «Триумфе», на этот раз взялся за классику 20 века. В программе, которая так и называется «Двадцатый век. Тревоги, надежды, предчувствия», прозвучат темы с вариациями Оливье Мессиана, 32-й год, музыкальная тема балета «Золушка» Сергея Прокофьева, написанного с 1940 по 44-й годы, и соната Дмитрия Шестаковича, написанная к 60-летию Давида Ойстраха в 1968 году. В органном зале в это время будет разворачиваться музыкальная «Сириана». Сирийский скрипач Ашраф Катеп и российский пианист Михаил Мордвинов представят мультимедийный проект, знакомящий с творчеством современных сирийских композиторов, художников и документалистов. Музыка сильнее политики, культура лучший парламентарий – это главные идеи музыкальной «Сирианы». 31 марта, в субботу, опять же, в органном зале вы сможете услышать всю классику мирового джаза, блестяще аранжированную для пяти саксофонов. Один из самых известных в мире ансамблей «The Moscow Sax Quintet», созданный в 87-м году Владимиром Зарембой, родился из студенческого эксперимента и даже смог преодолеть неслабое по тем временам партийное идеологическое сопротивление чуждой музыке. Сегодня легендарный квинтет просто не имеет аналогов, что еще раз доказывает – музыка сильнее политики. Особняком стоит на российской эстраде уникальный проект «Моя Мишель», который можно будет услышать и увидеть в частной филармонии «Триумф» 31 марта. Модный и смелый танцевальный поп с магнетическим голосом «Таней Ткачук» и «Душесчипательными текстами». На счету у группы выступления на фестивалях «Казантип», «Кубана», «Нашествие», «Дикая мята» и многих других. Их песни звучат в кино и сериалах, а клип на песню «Темные аллеи» набрал уже более 4 миллионов просмотров на YouTube. И совершенно другой по характеру коллектив выступит на этой сцене в понедельник, 2 апреля. В рамках всероссийского тура французский этно-джазовый проект «Инсула» даст концерт в «Триумфе». Карибско-африканские этнические мотивы, помноженные на высочайший профессионализм и вкус двух выпускников «Сорбонны» Майера Боруа и Реды Бен Абдаллы, вот что такое кроссовер-джаз от «Инсулы». Это авторские композиции, которые смешивают в себе классические народные инструменты, традиции и современность. А завершить свой обзор я бы хотела проектом исключительно пермского происхождения. Танцевальный спектакль «Быть горделем». Проект Олега Исюнина и пермских джазистов Александра Прокопчука «Аккордеон», Романа Аверина «Гитара», Максима Горбунова «Контрабас» и Натальи Кочневой «Скрипка» создан на стыке джаза и танго, на стыке драматургии и хореографии. Он посвящен гениальному аргентинскому певцу и композитору Карлосу Гарделю его жизни и трагической смерти. В спектакле, который состоится в частной филармонии «Триумф» 3 апреля, задействованы участники сразу нескольких школ аргентинского танго в Перми. С вами была Юлия Балабанова. Слушайте музыку хорошую и разную.